Микс Ньюс Что общего у самого красивого кинотеатра, самой очаровательной женщины и самого популярного композитора Риги 30-х годов? Выясним в эту пятницу в программе «Очевидец». Наш гость – краевед Юлия Александрова. Добрый день. Ну, сегодня у нас не краевед Юлия Александрова, а бывший майор полиции, эксперт по безопасности Михаил Хесин. Здравствуйте. И в программе «Очевидец» мы продолжаем тему 90-х годов. Как вы помните, в прошлую пятницу у нас в гостях был бывший министр внутренних дел Янис Адамсонс, и он рассказывал о том, как в его бытность министром были, так сказать, найдены, установлены аж 72 преступные группировки различных окрасов и национальной принадлежности. И вот с этими группировками тогда полиция смогла достаточно эффективно разобраться, расследовать дела и так далее. А одновременно мы наблюдаем очень длительные судебные процессы нашего времени, которые длятся годами, десятилетиями. И общество справедливо спрашивает, а почему эти дела никак не дойдут до какого-то логического конца. Вот этот вопрос хочется адресовать Михаилу Хесину, как человеку, который когда-то непосредственно работал в уголовном розыске, в полиции и наблюдал процесс, так сказать, развития наших этих правоохранительных органов в исторической перспективе. Вот как вы можете это прокомментировать? Эффективность следствия тогда и сейчас? Во-первых, здравствуйте, дорогие рижане, и не только рижане, те, кто нас слушает. Поздравляю с прошедшими праздниками, с наступающим вас Новым годом, здоровья, удачи и мирного неба. Наверное, это очень важно сейчас над головой. Ну, вопрос... Всё-таки я перестал работать в системе в 93-м году, но начиная с этого года, по сию дату, владея, являясь руководителем достаточно известного предприятия, детективная фирма, и поэтому мы всё время взаимодействуем с правоохранительными органами, взаимодействуем, расследуя преступления, и есть очень значимые преступления, в которых мы принимали участие в недавнее время. В расследовании которых мы принимали участие. Да, в расследовании, взаимодействуя с... Да-да, в расследовании, взаимодействуя с криминальной полицией и так далее. Закон позволяет взаимодействовать, закон о детективной деятельности. Ну, говоря о снижении эффективности, ну, начнём с того, что она уже не измеряется, эффективность. Поэтому трудно говорить о снижении того показателя, который просто не измеряется. А когда это случилось? Когда его перестали измерять? Это случилось на рубеже 2000-х, как-то там, да. Когда перешли... Я не могу сейчас вам точную дату назвать, да. Но потом перешли к какой-то такой абстрактной удовлетворённости населения. И тут нужно понимать, что неудовлетворённым население станет только тогда в массе своей более 50%, когда более 50% жителей страны станет жертвой преступлений, которые будут не раскрыты. Тогда она будет неудовлетворена эффективностью действия правоохранительных органов. Но, слава богу, не так много у нас ещё, слава богу, жертв преступлений. До 50% мы не дошли, поэтому показатель пока положительный. Население более удовлетворено, нежели неудовлетворено. То есть, когда Адамсон вступил в должность министра, эти показатели ещё по инерции оценивались? Я не могу сейчас. Вот, к сожалению, я в этом вопросе не эксперимен. Ну, хорошо. Вы работали в уголовном розыске в течение скольки лет? Ну, с 83-го года, да. Получается, до почти 10 лет. Вот какая система существовала в ваше время оценки раскрываемости? Но, кстати, самый главный, это именно процент раскрываемости преступлений. Причём процент раскрываемости преступлений всегда делился на два показателя. Процент раскрытых преступлений в условиях очевидности и процент раскрытых преступлений в условиях неочевидности. Ну, то есть очевидность – это когда кто-то видел, что произошло? Нет, это когда сами потерпевшие схватили жулика, связали его и привезли в участок полиции, там, милиции, где угодно, да, нужно было только дежурной части не полениться, принять заявление, дальше нужно было следователю не полениться, допросить всех, провести необходимые очные ставки, ну и дальше вот этот процесс. В этом проблема не полениться. Кстати, вот это было преступление, когда ты поймал жулика, это теперь трактуется как насилие над личностью, самоправство или как-нибудь ещё? Нет, 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 почему нет? Сейчас ты можешь схватить преступника? Можешь, поймать жулика, да. Можешь. Беда в том, что мы с этим сталкивались неоднократно, потерпевший ловит жулика, ну, естественно, мелкого, телефон украл, отнял, да, приводит в полицию, они говорят, ну, вернули же вам вещи, ну, вернули, ну и ладно, да, то есть что там. То есть они не фиксируют это. Это раскрытое преступление, его легко раскрыть. Ну, то есть раскрыть, это термин наш специально, это раскрыть, это провести определенные процедуры, которые приведут человека в суд. То есть фактически-то вот он, понятно, преступник изобличён, изловлен, скручен, связан и приведён, да, но оно ещё не раскрыто, это преступление. Вот, таким образом, главным показателем была раскрываемость преступления. Причём, я вам честно скажу, вот как бы хорошо не работал политотдел, тогда, когда они были, как бы хорошо и наглажены не были постовые на улицах, как бы хорошо, значит, там, какие-то мероприятия, демонстрации красиво не охраняли работники полиции. То есть вот по 7, там, 10, 15 показателям отдел хороший, процент раскрываемости плохой, всё, отдел плохой. То есть это был главный показатель? Это был главный показатель, потому что, ну, потому что, потому, потому что страдают люди. И реальный процент раскрываемости, ну, конечно, укрывались преступления от учёта, за это сажали. Ну, во всём же как минимум выгоняли и с этим боролись, с этим боролись. То есть попасться было нельзя, потому что прокуратура это отслеживала. Попадёшься с этой историей, ну, большие проблемы. Ну, то есть как бы преступление совершено, но кто-то просит тебя закрыть дело, что ли? Как это? Нет, просто-напросто дежурная часть не регистрировала. Ну, или писали преступления, ну, зачем я буду рассказывать, технологии, ну, ладно, хорошо. Писали, например, там, в этих, чтобы отказной подготовить. Это, ну, нужно описать обстоятельства так, чтобы можно было предположить, что преступления не было, а человек случайно взял вещь, подобрал вещь. Или же ты оставил его. Или она для тебя малоценная. Малоценная вещь. Там были основания для отказа, законные основания. Это один путь. И второй путь – это, ну, просто их не регистрировали, эти преступления. С этим боролись. То есть прокуратура отменяла… То есть это было уголовно наказуемое деяние, которое наказалось? Это было, во всяком случае, деяние, которое, за которое можно было и сесть в тюрьму в том числе. Это не всегда было уголовно наказуемое, но уволить могли, разжаловать могли, там, убрать со службы, понизить в должности и так далее, и так далее, да. Поэтому говорить о том проценте общем, раскрываемости общем, который, ну, где-то так, под 80% был, 75-80, да, ну, наверное, не приходится. Фактически было поменьше. Но раскрываемость тяжких преступлений была всегда выше 80, и тут не укроешь. Ну, никак. То есть это убийства, грабежи… Ну, тяжкое преступление было, да, грабеж. Ну, а что такое грабеж? Опять-таки подошли, отняли у мальчика велосипед, сказав, там, подожди, обы постарше сказали, значит, там, рыпнешься, по голове получишь. Грабеж тогда был. Грабеж. Тяжкое преступление. Ну, особенно если толкнули, тот упал, ушибся. Вот, поэтому тяжкие преступления, ну, невозможно, никто бы на этот риск не пошел бы, незачем. И они раскрывались. Раскрываемость тяжких была, вот я повторяю, парень. Ну, я по Юрмале сужу. В разных регионах по-разному было. Вы работали в Юрмале? Да, я работал в Юрмале, и в Риге раскрываемость была, ну, под 80% обязательно. Хорошо. И каким-то образом… Сейчас этого показателя нету. Его просто нету. С начала 2000-х годов раскрываемость преступления не фиксируется? Не фиксируется. Нет, есть общее число зарегистрированных, общее число раскрытых, но такого показателя, как оценка эффективности раскрываемости, не присутствует. Более того, не присутствуют сроки. Если раньше ты по материалу обязан был работать в определенный период, то сейчас срок возникает. И отчетность была ежеквартальная, количество зарегистрированных, количество раскрытых. Поэтому нужно было каждый квартал. Ну, в конце квартала всегда проводились совещания. Вот у нас, я по Юрмале помню, да? Проводились совещания, условно месяц остался до конца отчетного периода. Проводились совещания, что нужно делать по тем преступлениям, которые, ну, полутемные или полусветлые, где, в общем-то, есть что работать. Бывает по преступлению иногда, ну, вот просто ничего нельзя делать. Бессмысленно ходить по улицам и спрашивать, кто совершил. Нет ничего, и не ясно, да? А бывают преступления, по которым нужно провести этот опрос, этот опрос, побеседовать с тем, с этим, проверить Сидорова или, там, Лепеншина причастность, когда есть что работать. Ну, это работа, которая иногда, ну, откладывалась, потому что текучка мучила. Но перед концом любого отчетного периода эта работа возобновлялась. И эти мероприятия проводились для того, чтобы подтянуть процент раскрываемости, чтобы успеть раскрыть. Ну, как это ни странно, да, это глупо, может быть, звучит так, к какому-то периоду, но зато это эффективно позволяло контролировать ситуацию с раскрытием. И это снаружи, видели, какая ситуация с раскрытием, а внутри заставляло работников, руководство отделов, заставляло пересматривать дела. Это всегда делал начальник следствия, начальник уголовного розыска, ну, или там, замначальника отдела. То есть, получается, что отменили процент раскрываемости, ну, то есть, контроль по процентам. И сроки по нераскрытым. И сроки по нераскрытым преступлению тоже отменили. Да, до свидания. Поэтому можно ничего не делать. Это правда. В этом главная проблема сегодня, я уже говорил неоднократно, главная проблема сегодня правоохранительных органов не в том, что они, там, неумные, ну, глупо так говорить, да, а в том, что они бездействуют. И поэтому у них вот, ах, что я могу делать, у меня там сто, сто пятьдесят дел в сейфе, а что в этом в каждом деле, два листика. Они просто накапливаются, понимаете? Я не могу сказать, что так все делают. Есть отдельные люди, у которых есть энтузиазм. Но в давности их просто закрывают и все, отправляют в архив. Ну, да. Есть отдельные энтузиазмы, но энтузиазм, как в любом деятельности, он, ну… Наказуем. Нет, он имеет временный характер. Всегда. Когда вокруг бездействия и толку никакого, тебя не поощряют, более, ты можешь влезть во то, что не нужно, то потом этот энтузиазм гаснет. Это типичная картина. Типичная. Ну, то есть, если возвращаться к нашим девяностым, то пришел энтузиаст Адамсон, там, дал задание установить преступные группировки. Эти группировки были установлены, какие-то из них были, так сказать, обезглавлены или каким-то образом их преступления были расследованы. А дальше сменилась власть, и все это стало немодным и так далее. Либо, как бы, были утрачены навыки, там, расследования и так далее. Вот я задавала тогда министру, бывшему министру вопрос неделю назад о том, насколько повлияло на качество работы правоохранительных органов то, что из них были вынуждены по причинам изменения законодательства уйти люди, которые не имели гражданства Латвии. Вот ваша оценка на эту тему какова? Нет, ну, конечно, это повлияло. Это всегда создает какой-то провал в деятельности, в эффективности. Ну, много было таких людей, которые вынуждены были уйти? Ну, всем нам в 90-х, как только свершилась эта революция, всем нам предложили, через какое-то время предложили, во-первых, всем перепринимали присягу сотрудники. Да, это достаточно унизительная процедура, потому что она, ну, я как-то в одной из своих заметок писал, что изменилось. Люди те же, мы те же, преступники те же, мы присягали на верность не строю, а на верность населению, народу. Зачем ему ещё раз присягать, что меняется? Ну, хотелось это вот как сейчас, так сказать, проверка на лояльность. Да, хотелось, видимо, властям эту вот тему, ну, ещё раз, ну, происходило это всё без особого восторга, причём независимо от национальности, да, то есть люди, правда, не понимали работники. А что случилось-то, зачем это нужно вот ещё раз там чего-то куда-то? Ну, отнеслись потом как... Ну, то есть все автоматически это переприсягнули? Переприсягнули, фактически. Да, все переприсягнули, и те, кто были не граждане. Не было таких, которые отказались? Не, не было, не было. Относились со здоровым практицизмом, да, и, в общем-то, скажем, тем самым статус этого мероприятия был просто понижен, на самом деле, этой второй присягой. Это моя оценка. Мол бы кто-то плакал от счастья, я таких не видел. В представителях никакой национальности, недоумевали все, ну, кроме руководства политического и так далее, да. И что достаточно интересно, вот те неграждане, которые были на тот момент неграданными, а неграданными стало у нас, слава Богу, 700 тысяч, помним все это, да, они тоже давали присягу. То есть, вот, я давал присягу латвийскому государству, но оставаться в статусе негражданин и не мог, я должен был через какое-то время получать гражданство, иначе я работать не мог. Зачем тогда присягу принимать? Непонятно было. То есть, может быть, надо было не ставить телегу впереди лошади, но это второй вопрос. Я говорю, тут нюансов много, и они, наверное, личные для каждого, поэтому не об том мы будем говорить. Но случилось так, что многие люди ушли из системы, ушли по разным причинам. Ну, кстати, очень активно же бизнес рекрутировал полицейских, да, потому что службы безопасности появились те же самые предприниматели. Одна из причин, по которой я уходил, это, да, я понимал, что я достиг своего служебного потолка, замначальника криминальной полиции города, да, мне там 33 года, я майор, и в этих условиях я понимал, что, ну, моя карьера, вот, я достиг потолка. В тех условиях, которые были. Это не означает, что у нас там русских не пускают или русскоязычных. Нет, сейчас работаю, всё есть. Ну, однако же тогда было принято такое решение, поступило предложение, и не мне одному поступали такие предложения из частных структур. Переходить на работу в частные структуры, потому что понимание того, как строится безопасность, ну, есть, понимание того, как противодействовать криминальным группировкам было. И одна из причин, по которой конкретно меня позвали, это на одну из фирм был бандитский наезд, и мне было предложено перейти на службу в эту фирму для того, чтобы этот бандитский наезд снять. В общем-то и было сделано. То есть там совпало несколько обстоятельств. И таких, как я, я думаю, были сотни. Сейчас говорить о том, что страна потеряла такой, как я, ушёл, ну, нет, наверное, всё-таки, да, пришёл кто-то другой. Всегда старые ворчат о том, что новые не такие. Я не об этом хочу сказать. Система не способствует тому, чтобы люди эффективно работали. Мы сейчас обратимся к радиослушателям, чтобы они поделились своими впечатлениями о том, как они, может быть, сталкивались когда-либо с преступлениями или с работой полиции. Какие у них впечатления о том, насколько наша полиция нас бережёт. Вот, может быть, воспоминания из прошлого на эту же тему. Потому что сегодня у нас в эфире Михаил Хейстин, парковник полиции. Майор. Майор. Полиции в отставке, да, и эксперт по бизнес-безопасности, который до сих пор активно, ну, работает в своей профессиональной сфере. Вот, кстати, есть звонок, сейчас мы послушаем. Добрый день, говорите. Добрый день, Александр. Хочу поздравить вас с наступающим Новым годом, с наступающим Рождеством православным, здоровья и всех вам благ. Спасибо большое. Это первое. А теперь я по процедуре. Значит, в этом году, в сентябре месяце, появился я на кладбище, как обычно, убрать могилку. Пришёл, но грубия нету. Позвонил в полицию муниципальную этого района. Прождал возле кладбища два часа. Мы не говорили, сейчас будем, сейчас будем. Так никто не приехал. Плюнул я на это всё дело. Я так понял, правда, я не добьюсь. И сам я нашёл, кто это сделал, и сам его наказал, и он мне заново всё установил. Вот только таким образом я поступил. Не знаю, вот правый, правильно я делал, неправильно, но другого на тот момент, ну, знаете, моё такое чувство было, что осквернение могилы. Ну, сами понимаете, как это произошло, да? А у вас специальность какая-то? Вы как смогли вот это всё расследовать? Ну, это я не важно. Ну, нашёл, понимаете, пошёл на кладбище, поговорил с людьми, к работникам. Я выполнил ту работу, которую должна была делать полиция. Навёл справки все, кто этим может заниматься. Оказывается, этим занимается тот, кто устанавливает это всё. И с одного места ставит на другое. Одному продают, через какое-то время снимают, ставят другому. Это этим делом полиция у нас сейчас, к сожалению, не занимается. Вот такое у нас нынче наступило время. Вот немножко я добавил. Спасибо вам большое. И молодец вы, что вы решили свою проблему. Да, сделали всё правильно, конечно. Ну, кражами велосипедов у нас и в советское время не занимались, или занимались? Если только грабёж? Нет, занимались. Занимались. Ёрмала, бедная, это там у каждого магазина регулярно крали велосипеды, крали подростки, крали, разбирали, и там куча процессуальных сложностей. Потому что рано или поздно их ловили. А он подъём помнит, в каком магазине, там, условно, 15 июля, украл он белый велосипед с такими колёсами, или синий велосипед. То есть там были проблемы процессуальные, да. То, что у них находили потом. Они крали, разбирали, меняли запчастями. То есть это не было такой промысел корыстный, скажем, сильно. В основном, да. Сейчас эту ценность берут, крадут для другого, да, для себя, для... Для продажи. Для продажи. Хорошо, сейчас мы прервёмся на небольшую рекламную паузу. Возвращайтесь к нам с вашими рассказами о соприкосновении с преступлениями, с полицией. А у нас в гостях сегодня Михаил Хессин, полковник. Ты всё время хочу тебя повысить до полковника. Моё в гости уже на будете, да. Рождество – время капусты. Время, когда капусту на стол ставят в каждом доме, даря радость и улыбки всей семье. via sms.lv знает всё о капусте. И мы хотим делиться знаниями, потому что нет ничего важнее, чем хорошо проведённые праздники за богато накрытым столом и счастливыми лицами родных и близких рядом с нами. Чтобы узнать, как приготовить самую вкусную праздничную капусту, посетите наш сайт via sms.lv. via sms.lv. Нам доверяют. На одной волне с городом. Радио. Радио. Болтком. Продолжаем. Рассказы о том, как Латвия победила организованную преступность, и она реально победила её? Вы знаете, я тут, может быть, буду расходиться с оценками предыдущего выступающего на эту тему. Победило всё общество. Не победила полиция. Значит, на самом деле, действительно, я думаю, что это при Адамсоне. Было создано специализированное подразделение полиции по борьбе с организованной преступностью. Бюро по борьбе с организованной преступностью. Если мне память не изменяет... Наверное, отдел всё-таки, не бюро прямо? Потом стало бюро. Я не помню уже. Не помню. Может, отдел... Суть не меняется. Та же структура, как ни называй, офис, как мы знаем сейчас там, или там приёмная, или что угодно, да. Структура одна. Назовем отдел. Хорошо. Подразделение. Командовал тогда, по-моему, Сергей Чернёнок. Да, действительно, их задача была систематизировать. Эти группировки. Их, конечно, нужно было контролировать и по возможности выявлять совершаемые ими преступления и привлекать к ответственности. Это нормальная практика, и сейчас есть такие подразделения, которые занимаются организованной преступностью. Тут заковык-то в чём? Что для простого гражданина, жителя страны, организованную преступность точно лучше неорганизованной. Это, вот я скажу, может быть, страшную для властей фразу, но это так. Организованная преступность страшна властям, не страшна населению. Не занимался Иван Харитонов тем, что отнимал часы или телефон у подростка или у женщины в каком-то микрорайоне. Вот просто-напросто. Это, ну, совершенно. Более того, организованная преступность, она имеет такое свойство, она сдерживает неорганизованную, как волки и так далее. Потому что у них тоже есть жёны, у них тоже есть подруги, дети, и они хотят, чтобы те жили в безопасности. Это не значит, что организованная преступность – хорошая вещь. Просто государство должно уделять внимание и той, и другой преступности, а не только бросить все силы на одну. И на самом деле побороло всё-таки всё общество. Потому что это одна из главных задач, которую мы решали сразу после ухода из правоохранительных органов. Мы были антирекет. Ну, вот так вот скажем. У нас было многократно обращение из предпринимателей, коммерсантов, к которым приходили определенного внешнего вида в определенных куртках и пиджаках ребята и говорили, кому платить. И, соответственно, вы должны платить нам, иначе вот там. То есть на самом деле эти ребята ничего не делали, они брали деньги за то, что они не, я прошу прощения за алгоритм, не били морду этим, ну и не поджигали их машины, не грабили и так далее. Этих предпринимателей. То есть это были деньги на страхе просто? Деньги на страхе. И причем на психологии. На самом деле, в подавляющем большинстве они не готовы были переходить к крайним мерам. Но предпринимателю нужна была психологическая поддержка, предпринимателю нужно было знание, что это за люди, на что они способны, действительно реальность угрозы. И противодействие этому могло быть именно система сбора информации об этих людях. И нескольких таких жуликов с нашим, ну жуликов это просто употребляет этот термин, несколько таких преступников с нашей помощью ну были посажены в те 90-е годы. А общество у нас оказалось психологически более крепкое. То есть, во-первых, и преступный мир, он не оказался таким кровавым и жестоким. Они были такие отвязаны по отношению к себе порой, но не по отношению к... Простым прохожим? Да. Не устраивали перестрелки на улицах? Не устраивали, да. Ну, всякое бывало, мы, кстати, не устраивали, да. Вот. И, то есть, здоровое общество, которое было склонно не все-таки, ну не столько платить туда, сколько искать защиту в законных структурах, да, и в полиции, в милиции, в полиции. То есть, показатель здоровья общества в том, что оно на появление могучего парня... Адекватно реагировало, большей частью. Реагировало адекватно, то есть, обращалось к правоохранительным органам или к... Даже если же и как-то с ними там заигрывало, то все равно это делало, ну... делало грамотно. И еще одно. Легальный бизнес, конечно же, всегда противодействовал вот этим ребятам в пиджаках. Нелегальный бизнес, да, тот не мог обращаться в правоохранительные органы и так далее. Вот это была их, скажем... Кормовая база? Да, кормовая база. Вот там они и должны были остаться. И общество оставило их там. Общество, не только полиция, да, все общество. То есть, я говорю, я могу так утверждать, потому что я и полицейским был, и в частных структурах был, и сам я предприниматель, да, и у меня масса знакомых. Это все общество, основываясь еще тогда на профессионалах в полиции, сумело правильно отреагировать на эту угрозу. А может быть, общество, ну, как бы, жило вот этой памятью о том, как эффективно работала полиция или милиция раньше, вот с этой раскрываемостью 80% тяжких преступлений, и поэтому оно знало, что обращаться в полицию можно, а сейчас это, ну, как-то уверенность у многих людей растаяла. То есть, они даже не пытаются, ну, как бы, обратиться вот по таким случаям, как кражей велосипедов в полицию, потому что им говорят, ну, это малый ущерб, что мы не будем расследовать. Я думаю, что не в этом дело, что малый ущерб, они вообще не верят в эффективность, что кто-то реально... То есть, потеря времени, потеря, ну, скажем, это же тоже неприятно, ходить куда-то, что-то там писать. Ну, кому это хочется, когда человек заранее думает, что ничего не найдут? Правильно ли он думает, неправильно думает? Это второй вопрос, не знаю. В конкретном случае люди разные, полиция разная все-таки, нельзя говорить в целом, там, пожарные, там, журналисты такие, там, детективы такие, ну, все люди разные. Но есть такое мнение у населения, мы его видим и чувствуем, да. Мы стараемся всегда, когда к нам приходят, мы первые говорим, идите в правоохранительные органы. Во-первых, нам легче работать, если есть заявление. Легче. Ну, и потом мы не можем укрывать факт преступления, укрывать... То есть, сейчас получается нередко так, что к вам приходят раньше, чем в полицию? Ну, приходят спрашивать, надо ли идти в полицию. Мы говорим, надо обязательно. Вообще надо. То есть, этот вопрос появился на повестке дня? Он появился уже лет 10. Вообще надо. На самом деле, жители страны, обращайтесь в правоохранительные органы, это будет ваша здоровая реакция, и, может быть, вы поможете этим органам, ну, властям, которые отвечают. Стать лучше. Во всяком случае, ну, оценка работы должна быть раскрываемость. И сроки по преступлениям должны быть. Собеседник Янис Адамсон упомянул в прошлый раз еще такой момент, что на самом деле громкие дела против организованной преступности во многом были связаны с политическим заказом, с тем, что у людей, которые, допустим, сидели на потоках контрабанды или на потоках, ну, каких-то ресурсов, ну, условно, там, дизельного топлива или бензина, просто хотели выбить почву из-под ног и перехватить этот бизнес. То есть, может быть, в этом кроется причина того, почему правоохранительная система стала пробуксовывать, то есть появилась политическая какая-то подоплека у этого, политический заказ, а на все прочие мелкие преступления стало просто наплевать. Это да. Это на самом деле, это так оно и было. Нужно было перехватить потоки, откуда убийства вот этих условно русскоязычных руководителей организованной преступности, да, в конце 80-х, в начале 90-х. Вот бандиты спрашивали у полиции, ребята, это вы, это маскадронная смерть и так далее. Полиция спрашивала у бандитов, у вас там какие-то разборки? Нет, ничего этого не было. Ни это, ни то. То есть, это была третья сила, которая целенаправленно. Это моя версия. Я, может быть, когда-нибудь сподоблюсь и напишу на эту тему, и там этот пазл складывается из очень многих обстоятельств, да, это и определенными силами перенятия таможенных складов, это, ну, и выпуск определенных денежных купюр. Пятисотовые бумажки? Пятисотовые бумажки, которые годятся только для обеспечения теневого оборота. В принципе, они совершенно не для чего не годились в те годы. Просто-напросто, не для чего другого. Это в магазине максимума в первые годы шок, когда приходил покупатель в это скульпе 500 латов. Они бегали, искали сдачу по всем магазинам. То есть другой цели, если мне кто-то подскажет, я буду рад. Я не вижу. Ну, говорят, что там цель накопления, цель так далее. Ну, у меня такая версия, да. Этот пазл я не буду дополнять всеми остальными пока еще картиночками, да. У меня в голове сложен такой пазл, что это была целенаправленная работа на замещение контрабандных потоков, в первую очередь, да, иными силами. Ну, да, и была такая версия, я помню ее, что таможенное управление контролировали вполне конкретные политические партии. Таможенные склады, да. Которые с этого получали свою... Да, и как-то они были связаны с теми людьми, которые выпускали 500 латовые купюры. Да-да-да, точно, точно, да. Ведь наш Эйнар Репши, который подписывал 500 латовые купюры, был членом ДНД. Только две картинки этого пазла, их значительно больше. Хорошо, ну, все-таки, вот, если по процедуре борьба с организованной преступностью, хорошо, создан отдел, часть полицейских ушла в... В частный бизнес. В частный бизнес, поставив ему на службу свои знания и профессиональные навыки. А все-таки, вот, как они взаимодействовали между собой, вот, та полиция 90-х годов и, там, частные детективы, и бизнес, как они смогли найти вот этот контакт, чтобы эффективно это сделать? Почему тогда это сработало, а сейчас мы говорим, что дело Ленберга, там, 15 лет, и никто его не расследует. Если бы не добрые американцы, мы бы никуда не пришли. Я думаю, что его никто и не расследует, потому что там столько томов, что их никто не в состоянии прочитать. Вот просто-напросто. Так хорошо расследовали? Да. Ну, я не знаю, я так слышал, да. Речь о сотнях идёт. Ладно. Как бы там ни было, вот что происходило в 90-х? По моим ощущениям, в 96-м году произошёл вот этот перелом. Перелом в плохую сторону. До 96-го года. И по инерции, возможно, ещё потому что не все ушли. И какое-то было, ну, как вам сказать, представление о том, что преступность должна быть наказана. Вот она была в профессиональной среде. Отдельно можно говорить о профессиональной среде, что всегда в любой полиции треть – это люди неумёхи, которые просто нужны университет. Ну, в любой организации нам есть неумёхи, да. Да, в любой. Треть пришли злоупотреблять, а треть нормальных… Вот беда в том, что нормальных-то и ПВК шевала, в первую очередь. Потому что… Ну, потому что потому, да. Потому что после 96-го года, когда они увидели, что происходит в системе правоохранения… А что такое было в 96-м году? А вот не знаю, это мои ощущения. Я просто помню, что до 96-го года, да, реально вот, ну, общались мы, там, с юристами, там, адвокатами, с полицейскими. Профессиональные наши темы, да. И мы постоянно находили, ну, понимание вот этого, что преступник, вор должен сидеть в тюрьме. Понимаете? Вот примитивный лозунг, но он правильный. А после 96-го года, как-то, смотрим, круг общения, вот как-то вот, если там раньше общались с каким-то полицейским, он приезжал на «Жигуленке», то сейчас он стал приезжать на «Мерседесе». И часы у него другие. И так далее, и так далее. И это везде, это на всём уровне системы правоохранения. Если же раньше подъезжаешь к отделу полиции, пусть на меня не обижаются. Жизнь изменилась, всё по-другому. И там вот масляные пятна одни на тротуаре от машин стареньких, да, то сейчас это блеск, лоск и так далее. Подъедьте к зданию суда любого, подъедьте к зданию прокуратуры любой, подъедьте к зданию любого участка полиции. Я боюсь назвать слово «коррупция». Ну, будем так говорить, уровень жизни вырос. А зарплата официальная? Ну, кстати, тоже выросла. Кстати, тоже выросла. А сегодня работать в полиции престижно? Я не знаю, что такое престижно. Сегодня работать в полиции. При том, что население ей не доверяет, наверное, нет. При том, что есть люди там, которые готовы бороться с преступностью, да, конечно, ему плевать, как относится, ну, какое общественное мнение. Да, он делает своё дело, и дай Бог ему здоровья, и спасибо ему, и он рискует жизнью, и всем остальным. Да, но там вот это расслоение, мне кажется, стало, как и... Полиция – это же средства общества. Ну, правоохранители – это средства общества, да. Что у нас произошло в обществе? Расслоение произошло? Ну, безусловно, произошло. Расслоение материальное и расслоение нравственное. Сколько у нас, вот там выйдешь, там куда-то мат-перемат, там можно услышать, да, и молодёжь какая бывает. Это я не по-стариковски ворчу. Это, если проехать в общественном транспорте, то всё это видно на остановках. То есть расслоение и нравственное. Есть блестящая молодёжь, есть такая, что ужас, и расслоение материальное. Почему в правоохранительной системе должно быть по-другому? Не должно быть, наверное, но всё-таки ты как-то уповаешь на то, что государство, ну, как машина существует для того, чтобы защищать гражданина. А если гражданин перед лицом угрозы остаётся беззащитным, то это как-то внушает тревогу. У нас, слава богу, ещё всё-таки ментальность такая, да. Ну, ещё лет 10 назад я всегда мог подумать, дойти на улицу и делать замечания любой группе подростков или молодых людей, которые ведут себя как-то не так. Ну, возраст, может быть, сейчас я этого уже не делаю. Раньше я не боялся реакции. Сейчас я уже думаю... Вот это, наверное, не только я про себя говорю. Понимаете, мы стали к этому привычны. Это плохой признак. Это кругом. И нужно что-то, чтобы общество опять, ну, как-то повернулось к настоящим ценностям, что ли. Это же тоже политика. Это тоже политика. Как ни верти, мы возвращаемся к этому, да. Ну, если вот отбросить всякое философское, да, то есть какие-то фундаментальные принципы правосудия, которые, ну, порождают в человеке доверие к этому правосудию? Что это за принципы? Ну, равенство всех перед законом. Это главный принцип. Доступность правосудия – это второй принцип. У нас доступно правосудие. Вы можете пойти, простой человек, и написать заявление в суд. Или он пойдет к юристу обратиться. К юристу, конечно. Значит, оно не всем доступно. Извините, в советское время можно было пойти и любое заявление написать. Это не про советское время, а про систему. Можно было как угодно коряво сформулировать свою мысль в прокуратуру, и прокуратура, если нужно, обратится в суд. Сейчас нет. Сейчас без юриста, без денег ты не защищен. То есть конституционное право и основополагающие нормы у нас никак не… Равенство всех перед законом, да не равенство, потому что богатый жулик, он нанимает прекрасного адвоката 2-3-5, а простой человек в защите своих интересов не может нанять адвокатов. Классовое ставило, право стало классовым. Мы живем в классовом обществе. Это естественно, мы выбрали это общество. Ну, в чем тут опасность для обычного человека? В том, что чувствуя свою бесправность, он просто может в какой-то момент взорваться? Пока не все так страшно. Страшно, может быть, лет через 10-20, если все пойдет вот так, как идет сейчас, когда вырастет новое поколение, которое, ну, окрепнет, которое, ну, будет понимать, что если они там дети каких-то там спальных районов, гетто, да, в плохой школе, им ничего не светит, да, потому что, и кто бы в этом виноват? Вот они даже не понимают, что вот тут, вот вы говорите, Люся, что уйдем от философии. Ну, в общем-то, философия – это основополагающая наука. Все остальное вокруг нее, и из нее вышло. Так и здесь невозможно уходить от философии. Поэтому сейчас еще ничего, сейчас еще как-то справляемся. Что будет через 10-20 лет, если все пойдет в этом направлении, если все нормальные ценности будут заменены на вот то, что мы видим, да. Да, если же расслоение вот будет происходить именно так, да, если у нас появятся отдельно школы для латышеской школы для русских, хотя латышеской школы для латышей и так далее, то есть, ну, это же, ну, безобразие, это неправильно. Это неправильно. Появятся районы, где живут неуспешные дети и неуспешные семьи, и появятся районы, где живут успешные. И как вы думаете, где будут прирабатывать дети окрепшие из неуспешных семей? Мне что-то кажется на улицах успешных районов. Вот там, правда, будет какая-то успешная полиция правильная, но а здесь что? Если смогут ее с чего-то рекрутировать. Из нашей замечательной милости, в общем-то, с здоровым в целом обществом, которое в свое время, само общество, еще раз повторю, побороло вот эту вот ситуацию, с чем не так легко справилась там соседние государства, то мы превратимся вот в что-то такое вот американское, там, где куда полиция не ходит иногда, и в то же время Берли-Хилл, где все в порядке. Это может произойти, этого не хочется. Как простого жителя-обывателя меня беспокоит, ну, наверное, два таких громких дела. Это первое, взрыв в Центральном универмаге, который, по-моему, так и не был расследован. И трагедия Максима, которая, ну, фактически длится уже, извините, 6 лет, конца не видно даже первой инстанции суда. То есть получается, что принцип адекватности, своевременности и неотвратимости наказания, о котором Михаил Хесин часто упоминал ранее, он не работает, не действует, а это порождает апатию. Ну, вы сами все сказали, Люси, да? Это и есть одна из причин, потому что история с Максимой – это яркий пример классового правосудия. Яркий пример. Там есть деньги, там есть адвокаты, там есть все, да? И законодательство у нас, у нас уголовно-профессиональный закон написан фактически адвокатами. То есть тот закон, по которому осуществляется процесс правосудия. Он написан адвокатами в свое время был. Естественно, написан в пользу обвиняемых. Вот так вот весь, если его оценивать, да? У нас адвокаты много чего написали. Например, закон о динационализации имущества. Ну, понятно, да. Но говорят, что у нас есть лобби такое, да? Ну, наверное, не на пустом месте все эти разговоры. Вот смотрите, даже такой нюанс. У нас, правда, сейчас вроде это приравняли. А вот два состава преступления – мошенничество и присвоение. Понимаете, мошенничество – это, значит, я придумал, там, чего-то, какую-то схему, начал вас обманывать, имел мысль изначально выманить ваши деньги. То есть, ну, это серьезную работу я провел. Ну, типа, ревизор Гоголь. Ну, он случайно, кстати, оказался в этой ситуации. Он же не поехал туда с этой целью. Ну, так что, вот если бы он поехал туда с этой целью, да. Нет, ему бы меняли не мошенничество. Хотя нет, на какой-то момент первую взятку он взял как не мошенник, а вторую уже деньги брал уже осознанно, да. Ну, это мы углубились. И присвоение. Присвоение – это когда я вам, или вы мне говорите, то есть, вы мне говорите, Миша, подержи, там, вот мне, там, 100 моих евро, завтра мне отдашь. А я взял их и не отдаю. То есть, не было, с моей стороны, подготовительного периода, не было разработки схемы. Какое преступление серьезней, на ваш взгляд? Мошенничество. Безусловно. То есть, нет вопросов. Но у нас до недавнего времени строже было присвоение. Почему? Потому что класс владельцев страны, ну, так назовем, не становится жертвами мошенников. Он становится жертвами присвоения. Записано на кого-то. Понимаете, да? Поэтому вот этот фактически менее опасный состав преступления наказывался строже. Да. Что-то у нас такое неновогоднее получился эфир. Нет. Да. Знаете, как это самое? Оптимист и пессимист, да? Когда пессимист говорит, все плохо. Оптимист говорит, да ну что ты? Ну, не так все плохо, будет гораздо хуже. Нет, нет. Надо верить, надо верить. Я еще раз говорю, общество должно меняться. Идите в полицию, требуйте своих прав. Требуйте. Требуйте работу. Что-то будет меняться тогда. Не надо этой апатии. Она... Ну, как и, в общем-то, в гражданской любой деятельности, что касается выборов, что касается защиты личных, там, имущественных прав и прочих. Все в руках человека фактически. Ну, как бы, все начинается с человека. Может быть, не все в его руках, но все с него начинается. И если каждый не будет проявлять активность, то никто за него этого не сделает. Сегодня у нас в программе «Очевидец». Мы вспоминали 90-е годы и борьбу с организованной преступностью. Комментировал ситуацию майор полиции в отставке и действующий эксперт по безопасности бизнеса Михаил Хесин. А программу вела автора-ведущая Людмила Прибыльская. С Новым годом! И пусть у вас все будет хорошо, и вам не придется сталкиваться с преступностью. Спасибо за внимание. До свидания.